Зайца-пирамидку согрели, а резинового волка оставили мокнуть в холодной воде. Более 50 товаров из пяти районов республики ждут вердикта. Кто здесь действительно белый и пушистый, а кто притворяется? Среди грозных спайдерменов даже не верится главным дезертирам оказалась резиновая курочка-ряба. Содержание фенола в этой игрушке превышает в три раза. И также не соответствует нормам детская красивая яркая кукла. Яркость и красота сами по себе насторожить не должны. А вот резкий запах и отсутствие маркировки – недобрый знак. Мама четырехлетней Ангелины Юлия уверена, для того, чтобы обезопасить ребенка, достаточно простой родительской бдительности. Самарская область, так наши производители. Думаю, что не должны быть вредны. Плохая новость для патриотов. Российская еще не значит безопасная. И кукла, и курочка-ряба – товар отечественного производства. Обнаруженный в них фенол способен вызывать слабость, тошноту и задержку дыхания. При покупке игрушек, конечно, как всегда рекомендуется эту игрушку вымыть в горячей, в теплой воде, чтобы имеющиеся там минимальные вредные вещества, они бы ушли в воду. От ядов вроде фенола такие меры, конечно, не помогут. Дело за потребнадзором и прокуратурой, которые в ближайшее время должны изъять игрушки из продажи. Но уже никуда не денутся выводы о недетском коварстве товаров для малышей. Похоже, в мире игрушек родители пока могут положиться только на собственный нюх и интуицию. Анна Бурновец, Андрей Просверкин, Вести, Мордовия.